В минувшие выходные в Затов-Окино впервые состоялся фестиваль казачьей культуры. Основной площадкой мероприятия стала площадь Кучеренко в поселке Дунай. Участники праздника смогли познакомиться с традициями, обычаями и бытом казаков. Более подробно о ярком культурном событии в жизни городского округа в нашем следующем сюжете. Душу Богу, сердце людям, жизнь, отечеству, честь никому. Главный девиз каждого казака точно отражает саму суть казачьего движения. История вольных служевых людей – неотъемлемая часть прошлого России, а также важная составляющая настоящего и будущего нашей страны. Этот факт отметил в своем выступлении глава городского округа Александр Баранов, приветствуя участников фестиваля «Казачья вольница». Первый населенный пункт, как правило, на Дальнем Востоке и в Сибири – это военный пост. С военного поста начался Владивосток, с военного поста начался освоение нашей территории, это пост был в разбойнике. И таким образом Россия шла на Дальний Восток под казачьими знаменами. Вся красота казачьей песен и культуры нашла отражение в музыкальной части фестиваля. В программу фольклорного концерта вошли выступления вокальных коллективов Центра культуры и искусства «Спутник» Фокина, Дома культуры «Пасход», поселка Дунай, гостей и знаходки. Участниками фестиваля являются, естественно, в первую очередь представители нашей станицы «Медвежья», нашей городской работы. Приехали к нам гости с Большого Камня, представители тоже казацкого общества, и мы подвинаем приезда с территории. Одних исполнителей на сцене тут же сменяли другие. В числе выступающих – народный хор «Казачья воля» и его солисты, вокальная группа «Станичники», народный ансамбль «Свой стиль» и народный вокальный ансамбль «Услада». Со сцены звучали раздольные и широкие, игривые и задорные, лирические и задушевные, казачьи напевы. Очень разные по жанру, направлению и стилю, точно сама вольная душа казака. Роза белая, личная, спелая, селися красавица, черные глаза. Роза белая, по любви спелая, все глянула в люба черные глаза. Казаки издавна славятся мастерством владения холодным оружием. Легко и шутя управляются с шашкой не только опытные воины, но даже женщины и подростки. В искусстве фланкировки известной казачьей забаве может преуспеть каждый, кто любит оружие и готов тренироваться по нескольку часов в день. Я занимаюсь уже давно, меня учил Юрий Николаевич, мой отец, отец. Занимаюсь я с 7 лет. В целом мне нравится. Фестиваль казачьей вольницы проходил в свободном формате, но сохранял дух и особую атмосферу казачьей жизни. Главная задача мероприятия по замыслу организаторов – это патриотическое воспитание молодежи. Казаки во все времена верой и правдой служили Отечеству. Сохранить и передать лучшие традиции предков молодому поколению сейчас важно как никогда. У нас поставлено все на детей. Это вот воспитание до призывной молодежи. И вот прям мы берем с 7 лет, и у нас клуб очень хороший. У нас 30 человек. Казачат. Все это на бесплатной основе. Все на бесплатной. Мы с ними работаем. Прям, ну, входит у нас туда все. Начиная от физподготовки, кончая краеведением, и танцами, и пением, и богослужением. Все есть у нас. Все, кто не пожалел личного времени в этот субботний день и пришел на праздник, остались очень довольны. Гости фестиваля смогли познакомиться с основами казачьей культуры, услышать народные песни, увидеть традиционные костюмы, попробовать блюда национальной кухни. Очень красиво, хорошо поют. Видно, подготовка хорошая. И очень хороший коллектив. Нам очень нравится. Праздник сегодня просто великолепный. Мы даже не ожидали, что он такой будет веселый, творческий. Первый фестиваль казачьей культуры в городском округе Затофокина прошел успешно. Удачная практика обещает стать традиционной и послужить сохранению и развитию национальных традиций российского казачества, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Традиции казачьи не умирают. Они продолжаются в наших детях. Поэтому будущее у России есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова